Сила мысли. Экстравагантной Раневской в жизни жутко везло на таких же чудаковатых поклонников. Особенно натерпелась она от одесских фанатов. В городе цветущих акаций ей просто прохода не давали. Однажды во время гастролей в Одессе одна пассажирка в автобусе, узнав Фаину Георгиевну, пришла в совершеннейший восторг. Она протиснулась к актрисе, завладела ее рукой, до боли крепко сжала ее и торжественно заявила «Разрешите мысленно пожать вашу руку». Фаина Георгиевна перед гостями любила разыгрывать сценку, вспоминая, как одна одесситка безумно обрадовалась встрече с ней, своей любимой актрисой. Дамочка воскликнула «Когда Раневская идет по городу, вся Одесса делает ей апофеоз». Однажды за Раневской по Одессской улице бросился бежать поклонник. Настигнув актрису, он радостно закричал, протягивая руку «Здравствуйте! Позвольте представиться! Я Зяма Иосифович Бройдман!» «А я нет!» — ответила Раневская и продолжила прогулку. В другой раз на улице в Одессе к Раневской обратилась прохожая. «Простите, мне кажется, я вас где-то видела. Вы в кино не снимались?» «Нет», — отрезала Раневская, которой надоели уже эти бесконечные приставания. «Я всего лишь зубной врач». «Простите», — оживилась ее случайная собеседница. «Вы известный зубной врач? А как ваше имя?» «Черт подери!» — разозлилась Раневская, теперь уже обидевшись на то, что ее не узнали. «Да мое имя знает вся страна». У одесситов при виде любимой мули часто происходило какое-то легкое умопомешательство. Однажды какая-то толстая женщина с авоськами бросилась к актрисе обниматься с криком «Батюшки, смотрите, люди, кто это? Да вы же моя поклонница!» Как-то актриса прогуливалась по Одессе, а за ней долго следовала какая-то гражданка, то обгоняя, то заходя сбоку, то отставая, пока, наконец, не решилась заговорить. «Я не могу понять, вы это она?» «Да, да, да», — басом ответила Раневская, «я — это она».